Ребята, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и сегодня день подошвы! Легендарный день подошвы, который наступает только один раз в два года. Подробности позже. Ребята, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и сегодня на самом деле непростой день. Непростой сегодня! Такая вот годовщина, ребят. Да, да, такая вот годовщина Скайрима. А оказывается, мне напомнил Михаил Саар, что два года назад, два года назад я выложил в сеть Ютуб первую серию по Скайриму! Вы можете зайти, посмотреть, найти в плейлисте первую серию, и вы увидите, она вышла ровно два года назад. А почему пятка и подошва, я не знаю, ребят, просто прикольно так. Я увидел, я в первый раз увидел подошву Довакина, пятку. Это не голо. О, подождите, а если мы уберем? Я как-то не подумал, если я сейчас сниму обувь, то, господи, наверное, будет жутко пахнуть. Но я рискну. О, господи, мы видим подошву Довакина. Какую подошву мы видим без носков? Вот она как выглядит. О, серьезно. Вот повторюсь, каждый раз в своем новом прохождении я вижу что-то новое. Что-то новое в Скайриме. Не, надо одевать обратно, потому что запах, запах пошел. Все-таки 200 серий отбегать. Господи. Ладно, ребят, ладненько, одеваем все обратно. Я просто забрался, как всегда, на свою... Говори, если тебе есть что сказать. Да нет, нет, нечего. Ребят, ну что, я собрал, собрал все 10 страниц. И бегу обратно выполнять квесты. Это последний квест, и будем выходить, выходить с Каира душ. Да, ребят, да, я не просто так нашел, я с помощью Вики нашел. Потому что, если бы я так искал, то это бы неизвестно на сколько времени. Очень долго, крайне долго. Очень, привет, привет, привет. Невероятно долго искать, и там было такое место, что если бы я искал, я бы, наверное, никогда не нашел. Серьезно. Ну, так запрятали. Тоже, где туманчик, где я думал, что нету, тоже была страница. Ну, короче, я бы реально не нашел. Серьезно, я бы сам не нашел. Ну, что ж, давайте отдадим нашему парню с Моровинда, с Абливиона. Получилось. Тебе удалось найти все мои страницы. Да, да, удалось. Вот все страницы. Наконец-то. Я уж и не надеялся их снова увидеть. Эти страницы для меня бесценны. Спасибо. Пожалуйста. И что теперь? Теперь начинается второй том. А что еще? Тогда я пойду. А, погоди-ка. Вот. Хочу кое-что отдать тебе, пока ты здесь. Первый экземпляр моего первого тома. Единственный напечатанный. И это тоже возьми. Учитывая, что святой Джиуб теперь существует только как дух. Мне это больше не понадобится. Угу. Давай, пойдем домой. Сочинение Джиуба. Страницы удалены. Ну, у меня еще куча работы над старым домом. Шестая удалена. Чем быстрее свиток окажется дома, тем быстрее мы разберемся с отцом. Господи, что сейчас мы подностранички. Уча работы над вторым домом. А когда же могу второй том забрать, интересно? Тем быстрее мы разберемся с отцом. Ну что, снова в гостю. Сочинение святого Джиуба добавлено. И медальон святого Джиуба. Ууу. Захотелось навести Джиуба великолепного, да? Что ты будешь делать теперь? Теперь, когда первый том закончен, остается только начать работу над вторым домом. У меня было еще много других приключений, но ты все узнаешь. Когда прочтешь следующую книгу. Угу. Не думаю, что есть какой-то способ освободить тебя. Учитывая мое состояние, боюсь такой возможности я лишился давным-давно. Кроме того, тут не так плохо, как может показаться. Хм. Ммм, как это? Такой тишины и покоя больше нигде нет. Некому раздражать меня и отвлекать от работы. Ну, не считай тебя, конечно. Ха-ха-ха. Красавчик. Ну что, ребят. Мы выполнили. Выполнили этот квест. Я наконец-то выхожу отсюда. Ну, здесь все, ребят. Здесь нужно было забрать лошадь. Точнее, то, что от него осталось. Ха-ха-ха. Также можно пособирать трючки. И я даже не знаю, куда их буду девать. Ха-ха-ха. Пускай остается. Будем выбираться. Выбираться с этого Каира. Душ. И, конечно же, подождите. Книги, книги, книги. Мне добавилась уникальная книга. И, скорее всего, можно же забрать и второй том. Вот, наверное, если бы я полностью пройду Дангард. Наверное, полностью вернусь сюда. То, возможно, будет вторая книга. Блин. Будет очень интересно. Так. Диана, 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 Обморожение. Вот. Сочинение. Восхождение и падение святого Джиуба. Избавителя, героя Моровинда и спасителя Данмера Джиуб. Его собственное сочинение, собственная персона. И тут, как минимум, наверное, 10 страниц. Будет очень интересно почитать в нашей рубрике. Скоро опять буду запускать Это книги Скайрима Читает их Аллочка Тут и про Вивик, ну в основном про Морровинт Будет очень интересно, если хотите можете в режиме паузы почитать И конечно же одежда Мне он подарил какой-то Вот Медальон Святого Джиуба Переносимый вес увеличится на 50 Увеличит запас сил на 50 Одем из Кстати он неплохо Неплохо для Для воина Это отлично Это просто обалденный буст Обалденный бонус Но ребят Будем выходить Вернуться в Тамриэль Погнали Мы здесь неплохо побегали Стримчик провел Немножечко даже побегал впустую Думая что за одну серию смогу собрать Наивный За одну серию смогу собрать Все страницы Да я бы долго еще серию записывал Но после того как я нашел только одну серию за полчаса Я понял Что Не 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 ребят Тут Можно долго Долго сидеть Тусоваться Так что Так погодите Ну что ж я Не пользуюсь плюшками Которые мне Были даны Лошадка 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 Господи Красотка Мне не знаю Одного волнует Что Наверное Жестковато на ней скакать Без седла На этих косточках На самом деле я сам катался И поверьте Без седла Ой Ой Как неудобно Честно Я попробовал Это было в детстве Это невероятно неудобно Без седла Ездить Кататься на лошади Это потому что просто Не говоря о том что Там Быстро Рысь Или еще Как нибудь А представьте Добакин Сел своими Прям на косточке И Скачет Это честно говоря Неприятно Крайне неприятно Ну Мы Долакин Это время Суровое Так что Как говорится Янники Стальные Интересно Я прям на лошади Смогу выбраться А ну Пойдем Пойдем Лошадка Да 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 Выбираемся Выбираемся Я тебя Ага Давай 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 Не Не хочет Не хочет Выпускать Нас А что Нажимать Надо А Нет Подожди А я Запрыгнул Обратно Красавчик Ребят Ну Все Давай Выходи Что происходит Почему у меня Портал закрыт Или мне нужно Свою девочку Дождаться Не Понял А ну Давайте Часы Подождем Ага Ну Все Пошли Тут А ну Да Или нет А Видимо Сработал Какой-то Скрипт Что С лошади Нельзя Открыто Достижение За гранью Смерти Ребят Вот Так Вот Мы Выбрались Мы Выбрались И Теперь Когда угодно Сможем Обратно Туда Попасть Но Зачем Зачем Если Не Нужно Так Погодите А как же Мне Выбираться Таким же Долгим Нудным Способом А нет Скорее всего Теперь Здесь Будет Открыта Дверь Я Смогу Выйти Побыстрее Да Да Е Ребят Е Е Балкон Замка Ой Крушечка Вся В крови Здесь Можно Наверное Прыгнуть Зайдем В дом Или В пещеру Хоть Куда Нибудь Лишь Подальше От Этого Да Тут Уже Не Зайдешь Погоди Ко И Не Ай Йоп Покупайся Да 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 Еще Утонул Вот Блин Ладно Я понял Тут Нужно Воспользоваться На что Я надеялся Я не знаю Господи Да Включи Ты крик Свой И Падай Давайте Возьмем Крики Хотя Может быть Я что-то Не так Делаю Я не знаю Полетели Вот Теперь Будет Все Нормально Отлично И Теперь Я Быстренько Отправляюсь В замок Хотя Странно Я думал Я сразу Попаду Но там Было Разрушено Хотя Может Так Задумано Что Нужно Воспользоваться Этим Криком Нырнуть И И Вот Так Проплыть Вот Мне Интересно А Есть ли Такой Мод Вот Ребят Напишите Который Убирает Всю Воду Вот Вот Знаете Раз И нету Воды Не так Чтобы Знаете Чтобы Она Была Прозрачная Ну Или Чтобы Она Была Прозрачная Чтобы Вы Видели Что Делается Под Водой Вот Представьте Может Разработчики Где-то Огромные Огромные Воды И Спрятано Может Быть Все Что Угодно А Представьте А Представьте Что Где-то Где-то Здесь Спрятаны Какие-то Руины Они Глубоко Глубоко Под Водой И Только Если Ты Будешь Плыть Там Куда-то На Край Карты Занырнешь Глубоко Глубоко Ты Найдешь Одну Дверь И Перед Тобой Откроется Целый Волшебный Мир Или Какая-то Локация С Секретом От Какого-то Задрота Разработчика Который Сделал Это Все И До Сих Пор Это Не Было Открыто Я Конечно Могу Превеличивать Но Задумайтесь И Поищите Если Что Сбросите Мне Или Хотя Б Как Называется Мне Будет Просто Очень Интересно Спасибо Ладненько Ребят В Поисках Истины Мне Почему-то Показывают На Другую Дверь Но Понятно Что На Другую Потому Что Надо Было Выйти Через Другую Дверь А Я Как-то Пошел Крыво Теперь Оно Заглючило Но Все Нормально Все Сработало Скорее Сего Мне Теперь Нужно К нему Отправиться Ага Теперь Мне Нужно К Нашему Пророку Точнее Не Пророку А Дэнсион Ивик Да Как видно По моим Повязкам Дело Не В Нежелании Я Просто Физически Не Могу Ты Ослеп Умоляю Господин Умоляю Прости Меня Не Думаю Что Существуют Лекарства Если Бы Такое Чудо Существовало Я Бы Совершил Невозможное Чтобы Добыть Его Если Б Тебя Это Порадовало Значит Ты Нам Больше Не Нужен Хотя Я Буду Счастлив Умереть От Твоей Руки Могу Я Предложить Другой Способ Прочесть Эти Свитки Выкладывай О Благодарю Господин Спасибо За работу По всему Тамриэлю Разбросаны Уединенные Поляны Предков Есть Одна И в Скайриме В Сосновом Бару Если Провести На Поляне Ритуал Мотылька Предка Можно Получить Ответы Которые Вы Ищите Вау Объясни Что Это За Ритуал Нужно Будет Осторожно Снять Кору С Поющего Дерева Что В свою Очередь Привлечет К вам Мотыльков Предков Когда Мотыльков Соберется Достаточно Они Откроют Вам Второе Зрение Необходимое Для чтения Свитков Ого Аккуратно Добыть Кору Как это? По традиции На поляне Предков Вам Вам Понадобится Особый Инструмент Называемый Нож Скобель Всех Жрецов Мотылька Обучают Этому Ритуалу Но Немногим Выпадает Шанс Провести Его Можете Считать Что Вам Повезло Если У вас Получится Мне нужно Прочесть Свиток В каком То Определенном Порядке Как я Понял Из Видения Древний Свиток Который Предрекает Вызов Богам Кровью Смертных Ключевой Для Пророчества В поисках Истины Невиданное Видение Найти Нож Жреца Мотылька Что Пошло Не так Расшифровка Древнего Свитка Это Вовсе Не Чтение Книги Требуются Определенные Ритуалы И Сосредоточенность Чтобы Осилить Единственный Свиток Могут Уйти Месяцы Или Даже Годы И потом Еще Не один Месяц На Восстановление Угу Разве Это Обычное Явление Что Жрецы Мотылька Теряют Зрение К Несчастью Да Это Неизбежность С которой Приходится Мириться Читая Древние Свитки Обычно Этого Не Случается Пока Жрец Мотылька Не Состарится Но Я Недостаточно Подготовился И Вот Ладно Да Улыбнется Тебе Судьба Господин Ой Мои Милахи Ребят Привет Привет Боб Привет Марк Привет Ребятки Господи Как же Я за вами Соскучился Давайте Обним Машечки Блин Откуда Они взялись Что за дела Главное Их не было Я их не вызывал Они Все время Ждали Меня Здесь Такие Ой Ти маленькие Прям погладить А А Горячий Гад А Жесть Господи Эти паучки Они просто Добавляют в игру Какой-то Я не знаю Непонятного Шарма Особенно Если ты играешь За Чему За вампира Ну что Ребят Давайте Невидимые Видения Невидимые Видения Найти Жреца Мотылька Вау 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 Я как-то поздно Но я проверю Так Игра стоит на легенде И давайте Яркость все-таки Сделаем поменьше Потому что Режет глаз И мне нужно Отправляться Куда Никак я не привыкну Знаете Что нужно Нажать кнопочку М И оно сразу Все включится Это так быстро Удобно И не надо Ничего искать Наверное Так и сделаем Вот куда Вот ребята Поляна Предков Ну что ж Это недалеко Наверное Лагер Анги Это будет Максимально быстро Потому что я появлюсь Наверху Я появлюсь на Скале Нам понадобится Только просто Просто-напросто Вернуться И все Ребят В следующей серии Я меняю сет Да Я меняю сет Так что У кого какие предположения Будет новый Новый Уникальный Может и не уникальный Короче Новый Сет Я теперь Некромаг Так Активные Таланты Знак Атронаха У меня сейчас Интуиция Любовника Это на 10% Мы Женскому полу Уносим Больше урона Искатель Волшебства Юперес Адт Мне нужно вернуться На остров И поставить Себе Искатель Силы Потому что У меня сейчас Баф На волшебство Стоит И как раз Можно проверить Черную книгу Господи Давайте Давайте Сейчас Найдем Локацию И Подеремся Драконом Да Прилетел Дракон Но Вот Поляна Предка Мы ее Нашли Окей Где наш Дракончик Иди Сюда Мой Маленький Иди Малышек Мимо 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 Так Давайте Наверное Зачарую Оружие За свое Барахло Сбросить Иди Сюда Давай Ну Приземли Если Нет Хотя Давайте Сделаем Попроще Я Использую Крик Драк Дракон Бой Вот Он И Мы Сразу Используем Не Не Сейчас Используем Где Он Приземлится Куда Он Полетел Да Он Приземлился Только Черти Где Нормально Сейчас Наверное Съест Девочку И Мы Выпьем Белый Флакон Который Увеличит Наш Урон Иди Сюда Мой Маленький На Гад Ну Вот Блин Гад И Все Крик Блин У меня Он уже Перезарядился Ничего С Опять Улетит И Мне Надо Будет Опять Пром Промазал Гад Давай 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 Есть Получай Давайте Наносить Только Мощные Удары У меня Есть Думаю Еще Сила На Спокойно Спокойно Это Огонь Да Огонь Нас Очень Больно Бьет Крайне Давайте Сопротивление Огню И Восстанавливаемся Я могу Сейчас Не успеть Он может Скриптом Меня съесть Но Будем Надеяться Что Этого Ну Как Я же Восстановил Сработал Скрипт Ребят Сработал Чертов Скрипт Это Просто Когда Мало Здоровья Дракон Тебя Просто Съедает Тот Факт Что Я Просто Восстановил Пофигу Он Просто Меня Проглотил Но Укус Дракона Смертелен Мы Сразу Умираем Сколько Бо У нас Жизни Не Было Даже Если У меня Там Было Тысяча ХП Я бы Не Выжил И Сейчас Мы Проверим Байку За Которую Сказал Потому Что Я Пообещал Показать И Сейчас Я Как Раз Это И Покажу Насчет Урона Насчет Магического Урона Смотрим У нас Сейчас Например Есть Вот Если Мы Играли Магом Цена 231 Но Ее Прис Это Как Мне Посмотреть Урон Который Я Наношу Испепелением Класс Брони 570 Но Это Броня Оружие 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 Сейчас Урон У меня Ноль Показывается Хотя Хотя Стоп Наверное Мне нужно В разрушение Зайти Да Снизу Нигде Не Показывается Что И Как Сколько Я Дамажу Новичок Испепеление Эксперт Цена 231 И Господи Ну Как Мне Определить Как Мне Определить Насколько Мощно Бьет Магия Магия Огня Я Не знаю Просто Такого Параметра Нет Цена Это Цена 231 Это Сколько Манны Я Буду Тратить За Прокаст Соответственно Сетами На Уменьшение Можно Сделать Нулевую Но Черт Побери Как Же Понять Как Же Понять Что И Высасывание Жизни Ребята Мне Писали Как Его Исправить Я Блин Так Не Исправил Господи Нужно Все Сделать В ближайшее Время Не найду Никак Время Ребят Подскажите Как узнать Урон Вот Как Я Не знаю Серьезно Никак Же Не проверишь Мои Милые Паучки Ну Что Все Рано У нас В любом Случа Мы Здесь Пока Мы Здесь Мы Возьмем Черную Книгу Ну В любом Случа В любом Случа Она Увеличивает И даже Она Урон Увеличивает На 10% А Представьте Есть же Маска Которая Увеличивает Урон Огнем На 25% С Эта Книга Мы Получаем 35% Улавливайте Ок Искатель Силы Броня Стала Сильнее Улучшать Оружие Мы Теперь Сможем На 10% Сильнее И Биться Мы Будем Сильнее Еще Один Еще Один Ребят Скилл Который Я Никогда Не Использовал Но Постоянно Хотел Но Не Использовал Здесь Есть Уникальные Боги Которым Можно Поклониться И получить Баф Уникальный Баф И По-моему Это Святилище Баэти Ребят Благословение Баэти Давайте Теперь Посмотрим Все Активные Навыки Которые У нас Есть Знак Отронаха Окей Это 50 Поглощаем Поглощаем Магию Между прочим Для вампира Это Крайне Полезно Мы Очень Уязвимы К огню А так Получается На 50% Меньше По нам Урон Мы Половину Урона Просто Всасываем И Ничего Не действует Интуиция Любовникова Это Девочкам Мы Сможем Наносить Больше Урона Искатель Силы Все Боевые Навыки На 10% Более Дух Крик Огненное Дыхание Наносит На 20% Больше Урона Кстати Насчет Крика Можно Его Тоже Поменять Потому Что Я Огненное Дыхание Вообще Не Использую Только Не Помню Какая Это Книга Отдых Моряка Это Лечебное Заклинание На 10% Более Эффективное Повышение Здоровья Но Это Норская Норская Знак Отронаха Это Работает Как Два Серебряное Жерелье С Изумрудом Блокируете И Одноручное Оружие Больше Урона Норская Серебряное Жерелье Норская Это Все Те Эффекты Которые Добавлены С помощью Вещей Благословение Боэти Одноручное Оружие Наносит На 12% Больше Урона Вы представляете Еще Сильнее Еще Сильнее Но Это Действует 11 часов Вот Так Так Что Знайте Ребят Знайте 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 Повышение Навыка Тяжелая Броня Это Вещи Повышение Переносимого Веса Заклинание Школы Иллюзию Вампира Получается На 25% Сильнее Это Вампир Это Вампир Сила Дракона Рожденного Ваш Крик Бежала Снасил Больше Урона А Используя Всех Трех Слов Может Дезинтировать Врагов Дезинтегрировать Врагов Подождите У меня же вроде бы Другой Крик Поставлен У меня же По моему Повышение Огня Как то Странно По моему Ну ладно Сопротивление Болезням Это Вампир Сопротивление Магии Бретонская Кровь Дает нам 25% Сопротивление Магии Помимо Того Что у нас Есть Господи Смотрите Как он Как то Странно Застыл Как будто Куда то Бежит Очень Странно А Это Видимо У нас Есть Поглощение 50% Плюс У нас Есть Сопротивление Сопротивление Поглощение Это Разные Вещи Так что Не путайте Сопротивление Холоду Кровь Вампира Дает нам 50% Сопротивление Холоду То есть У нас Поглощение У нас 50% Сопротивление Еще Еще Одно Сопротивление Ну Короче Сопротивление И сопротивление Яду Вот Ребят Вот Почему Этот Жнец Мне не носило Урона потому что мне написали что очень очень сильно он дамажил ядом но у меня же сопротивление почему не проходил но какой-то бакс сакирой он почему-то не пробивал меня но вообще не бил меня так что сюрприз сандириона это 25 вероятность создания второго такого же зелья при при алхимии это классно это вот уязвимость кого кровь вампира дает вам 50 процентов уязвимость к огню между прочим это по моему последняя стадия четвертая ребят но все равно непонятно обычно говорят на последней стадии на меня все просто начинают нападать а сейчас значит не последняя стадия тогда как-то странно окей вампира на 25 процентов труднее обнаружить кстати очень классно играть за вора согласитесь очень классно ну и все окей ребят мы взяли эти бафы и все-таки не нужно вернуться 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 и ну мне кажется мне наверно сейчас третья стадия потому что люди меня еще как-то терпят кипит на солнце и не агрятся не нападают не нападают это получается сейчас наверное опять я появлюсь там и опять появится дракон нужно что-то который за три секунды сможет с нами расправиться окей ладно я тогда вы знаете как сделаю я сделал по-хитрому да нет все-таки лучше окей да вот так на соснового заставия появлюсь вот этих ребят к сожалению я не увижу почему-то потому что чтобы их вызвать вот подождите бабочка еще одна бабочка люблю все прекрасное да ребят да вот вот он прекрасный волшебный skyrim skyrim special edition он стал еще красивее и дал игре новую жизнь новое дыхание и я сто процентов уверен что более младшее поколение которого только-только познают эту игру она ну ну не просто влюбиться и подождет еще лет пять до выхода шестой части привет да ладно то ты что да ладно что там улетела не ну мах мах меня дамажит между прочим нормально нормальненько так дамажит приветик как дела нормально ты бьешь или чешешь меня блокирование 70 больше опасность это маг который крайне крайне наносит небольшой урон так что с ним нужно расправиться максимально быстро делаем такие вот получай да ладно добивание щитом это epic морской желудь так вот как ты выглядишь ладно поехали дальше тут мы том который я уже читал я тут уже был здесь кого-то они убили заберу вешенку и отправлюсь дальше да господи какое мягкое освещение какой красивый skyrim а дракон по моему просто здесь появляется со скриптом потому что я уже слышал дракона скорее всего если сейчас близко подойду в пещере он вылетит и мне все таки придется с ним подраться ну как ни крути да 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 я тебя слышу друг я тебя слышу сейчас устроим бой ты дракон я дракон рожденный и это судьба стойте я хочу проверить байку за которую все так часто говорят как будто на лошади можно подняться куда угодно ну давайте проверим господи скачет он скачет там где я вообще не мог пройти ребят что происходит на лошади действительно действительно можно подняться куда угодно вот это жесть ух ты тут сундучок и самое интересное я не пойму вот мы находим сундук и мы почему-то воруем какого черта мы его нашли может связано с тем что это просто какие-то охотники тут живут и мы как бы у них воруем я не знаю но факт остается фактом наверное это то самое место а это жучки я думаю кто-то такие звуки задает жуткие вау я думаю эта локация будет красивая ну ладно ребят всем огромное спасибо что смотрели ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и комментируйте также заходите в мои соцсети еще раз всем огромное спасибо да это выпуск был не такой уж и праздничный я хотел что-то особенное но я хотел поиграть реально реально у меня юбилей два года два года назад я выпустил свою первую часть по skyrim о ладненько все пока 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 не